Разговор о том, знай себя. Лица. Лука, его друг и сосед. Лука. Вчера обедали мы оба моего брата, я и сосед мой. Нарочно, для воскресного дня, чтоб поговорить о чем-либо из Божьего Слова. Стол был в саду. Случай к разговору подали слова, написанные в беседке. Следующее. «Тот сотрет твою главу, которого ты соблюдать будешь пяту». «Случилось при обеде два ученые. Навалы сам нас. Они много те слова толковали по прошению брата моего. Я непоколебимо верю, что священное писание есть райская пища и врачество моих мыслей. Для того охаивал сам себя за то, что не мог никакого вкуса чувствовать в тех сладчайших словах». «Друг. Как же называешь сладчайшими слова, не чувствуя в них никакого вкуса?» «Лука. Так, как тот, кто издали смотрит на райские цветы, не слышит их духа, а только верит, что дивным каким-то дышат благовонием». «Друг. Слушай, брат, хотя бы они под самый наш нос дышали, нельзя нам вкуса чувствовать». «Лука. Для чего? Разве у нас головы и ноздрей нет?» «Друг. Головы и ноздрей? Знай, что мы целого человека лишены и должны сказать, «Господи, человека не имеем». «Лука. Разве же не имеем и не видим у нас людей?» «Друг. Что же пользы иметь и не разуметь? Вкушать и вкуса не слышать. А если хочешь знать, то знай». «Что так видим людей, как если бы кто показывал тебе одну человеческую ногу или пяту, закрыв прочее тело и голову?» «Никак узнать человека невозможно». «Ты и сам себя видишь, но не разумеешь и не понимаешь сам себя. А не разуметь себя самого слово в слово одно и то же, как и потерять себя самого». «Если в твоем доме сокровище зарыто, а ты про то не знаешь, слово в слово, как бы его ни бывало». «Итак, познать себя самого и сыскать себя самого и найти человека – все сие одно значит. Но ты себя не знаешь и человека не имеешь, в котором находятся очи и ноздри, слух и прочие чувства. «Как же можешь твоего друга разуметь и узнать, если не узнаешь сам себя о добрых женах? И зайди в пятых паств и паси козлища твои у шалашей пастушеских». «Лука, как же, ведь вижу руки, ноги и все мое тело». «Друг, ничего не видишь и вовсе не знаешь о себе». «Лука, жесток твой сей замысел и очень шиповат. Не можно ни его никак проглотить». «Друг, я ведь тебе говорил, что не можешь вкуса слышать». «Лука, так что же увижу в себе?» «Скажи, пожалуйста». «Друг, видишь в себе то, что ничто и ничего не видишь». «Лука, замучил ты меня, как же не вижу в себе ничего». «Друг, видишь в себе одну землю, но с ним самым ничего не видишь, потому что земля и ничто одно и то же. Иное видеть тень дуба, а иное самое дерево точное. Видишь тень свою, просто сказать, пустошь свою и ничто, а самого себя отродясь не видывал». «Лука, боже мой, откуда такие странные мысли? Ты наговоришь, что у меня ни ошей, ни очей нет». «Друг, и да, я уже давно сказал, что у тебя всего нет». «Лука, как же, разве очи мои не очи и уши не уши?» «Друг, спрошу же я тебя, скажи, пята твоя и тело твое, все ли одно?» «Лука, пята моя есть последняя часть в теле, а голова – начало». «Друг, так я ж тебе твоим же ответом отвечаю, что сие твое око есть пята или хвост в твоем оке». «Лука, а самое ж точное око, главное и начальное око, где?» «Друг, я ведь говорил, что хвост только свой видишь, а головы не знаешь. Так можно ли узнать человека из одной его пяты? А как око твоего не видишь, кроме последней его части, так ни уха, ни твоего языка, ни рук, ни ног твоих никогда ты не видал, ни всех твоих прочих частей, целого твоего тела, кроме последней его части, называемой пята, хвост или тень, так можешь ли сказать, что ты себя узнал? Ты сам себя потерял. Нет у тебя ни ушей, ни ноздрей, ни очей, ни всего тебя, кроме одной твоей тени. Лука, для чего ж меня тенью называешь? Друг, для того, что ты, существа твоего, потерял исту, а во всем твоем теле наблюдаешь пяту или хвост, минуя твою точность, и потерял главность. Лука, так почему же мои члены хвостом зовешь? Друг, потому что хвост есть последняя часть, она последует голове, а сама собою ничего не начинает. Лука, мучаешь меня, друг любезный? Может быть, оно и так, как сказываешь? Но ты, уничтожив мои мнения, своих мыслей не даешь. Друг, послушай, душа моя, я и сам признаюсь, что точно не знаю. А если тебе нравятся мои мысли, так поговорим откровение. Ты ведь без сомнения знаешь, что называемое нами око, ухо, язык, руки, ноги и все наше внешнее тело, само собой ничего не действует и ни в чем. Но все оно порабощено мыслям нашим. Мысль, владычица его, находится в непрерывном волнении день и ночь. Она то рассуждает, советует, определение делает, понуждает, а крайняя наша плоть, как обузданный скот или хвост, по неволе ей последует. Так вот, видишь, что мысль есть главная наша точка и средняя. А посему-то она часто и сердцем называется. Итак, не внешняя наша плоть, но наша мысль, то главный наш человек. В ней-то мы состоим, а она есть мы. Лука, вот, я сему верю, я приметил, что когда я, от силы стану себя мыслью называть, на сторону устремился, тогда без меня мое око ничего и самого в близости видеть не может. Что ж оно за такое око, если видеть не может? Ты его хорошо назвал не оком, а тенью, точного ока или хвостом. Благодарствую, что ты мне меня нашел, слава Богу. Я теперь очи, уши, язык, руки, ноги и все имею. Потерял я старое, а нашел новое. Прощай, моя тень, здравствуй, вожделенная истина. Ты будь мне обетованная земля, полно мне быть работником. Да я ж осемь никогда и не думал, куда. Я люблю себе мнение. Пожалуй, подтверди мне оное. Хочу, чтобы оно было непоколебимо. Друг, пожалуй, не спеши. Кто скоро прилепляется к новому мнению, тот скоро и отпадает. Не будь ветрен. Испытай опасно всякое слово. В то время давай место ему в сердце твоем. Я и сам все мнения несказанно люблю. И желаю, чтобы оно твоим навеки было, дабы в нас сердце и мысль одна была. Из всего слаще быть ничто не может. Но, пожалуй же, разжуй перевей хорошенько. Потом в радости и в простоте сердце принимай. Будь прост, но будь при том и обережлив. Если мое мнение тебе нравится, то знай, что оно не мой вымысел есть. Взглянь на Иеремии в главе 17 стихе 9. Лука. Боже мой! Самого точно увижу Иеремию, если мысль его увижу. Но, пожалуй, точно его слова. Друг. Вот тебе. Глубоко сердце человеку, паче всех, и человек есть. И кто познает его? Если теперь очи и уши имеешь, примечай. А чувствуешь ли? Лука. Чувствую, друг мой. Пророк называет человеком сердце. Друг. А что же, кроме всего, примечаешь? Лука. То, что утаенные мысли наших бездна и глубокое сердце, все одно. Но удивительно. Как-то возможно, что человеком есть не внешняя или крайняя его плоть, как народ рассуждает, но глубокое сердце или мысль его. Она-то самый точный есть человек и глава, а внешняя его наружность есть не что иное, как тень, пятая и хвост. Друг. Вот видишь, уже начинаешь отпадать. Легко ты сначала поверил. Для того стала скоро скудевать вера твоя. Что вдруг зажигается, то вдруг и угасает. Но твердое дело с косностью укрепляется, потому что совет не бывает без медленности. Ах, земля прилипчива есть. Не вдруг можно вырвать ногу из клейких плотских мнений. Они-то в нас укоренившись называются поверьем. Плотского нашего жития плотская мысль. Начало и источник есть. По земле ползет. Плоти желает. Грязную нашу пяту наблюдает и бережет окость сердца с нашего. Совет наш. Но кто нам сотрет главу змеину? Кто выколет ворону око, вперевшуюся в ночь? Кто уничтожит нашу плоть? Где Афиниез, пронзающий блудницу? Где ты меч и Еремеин, опустошающий землю? Но сыскал Бог мудрого против мудрого. Змея на змея, семя против семени, землю вместо земли, рай вместо ада, вместо мертвого – живое, вместо лжи – правду свою. Се, спаситель твой грядет, имея с собой воздаяние. Лука. Говори, пожалуй, яснее. Ничего не понимаю. Друг. Но кто вкус может слышать, не имея веры? Вера. Вера – свет во тьме видящая, страх Божий, плоть пробождающий, крепка, как смерть. Любовь Божия – вот единственная дверь к райскому вкусу. Можешь ли верить, что чистейший дух весь пепел плоти твоей содержит? Лука. Верую, но сам чувствую слабость веры моей. Пособи, если можешь, выдраться из грязи неверия, признаюсь, что сие слово «вера» в грязных моих устах мечтается за один только обычай, а вкус в ней ничего не слышу. Друг. По крайней мере, знаешь, куда смотрит вера? Лука. Знаю, что должно веровать в Бога, а о прочем ничего тебе не скажу. Друг. О, бедный и бесплодный человек, знай же, что вера смотрит на то, чего пустое твое око видеть не может. Лука. Что за пустое такое око? Друг. Уже говорено, что вся плоть пустошь. Лука. И да, я в целой поднебесной ничего другого не вижу, кроме видимости, или, по-твоему сказать, плотности или плоти. Друг. Так посему, ты неверный язычник и идолопоклонник. Лука. Как же идолопоклонник, если веруя в единого Бога? Друг. Как же веруешь, если кроме видимости ничего не видишь? Ведь вера пустую видимость презирает, а опирается на то, что в пустоши голова. Сила есть и основание, и никогда не погибает. Лука. Так посему, другое око надобно, чтоб еще увидеть и невидимость. Друг. Скажи лучше так, что надобно для тебя истинное око, дабы ты мог истину в пустоши усмотреть, а старое твое око никуда не годится. Пустое твое око смотрит во всем на пустошь, но если бы ты имел истинного в себе человека, мог бы ты его оком во всем усмотреть истину. Лука. Как же сего человека нажить? Друг. Если его узнаешь, то и достанешь его. Лука. А где же он? Но прежде отвечай, а чего ты говорил о вере, а теперь о боке? Друг. Истинное око и вера все одно. Лука. Как так? Друг. Так, что истинный человек имеет истинное око, которое понеже, минуя видимость, усматривает под нею новость и на ней опочивает. Для того называется верою. А веровать и положиться на что? Как на твердое основание. Все то одно. Лука. Если находишь во мне два ока, то и два человека. Друг. Конечно так. Лука. Так довольно и одного. На что два? Друг. Глянь на сие дерево. Если сего дуба не будет, может ли стоять тень? Лука. Я ведь не тень. Я твердый корпус имею. Друг. Ты-то тень, тьма и тлень. Ты сон истинного твоего человека. Ты риза, а он тело. Ты привидение, а он в тебе истина. Ты-то ничто, а он в тебе существо. Ты грязь, а он твоя красота. Образ и план. Не твой образ и не твоя красота. Понеже не от тебя, да только в тебе и тебя содержит. О, прах и ничто! А ты его до сих пор не узнаешь, поколь не признаешься с Авраамом в том, что ты земля и пепел. А теперь кушай землю, люби пяту свою, ползай по земле. О, семя змеина и тень безбытная. Придет Богообещанный тот день, в который благословенные чистой души слова лукавый совет твой уничтожит сей. Тот сотрет твою главу. Редактор субтитров von